От дерева до аппликаций и оригами. В эпоху гаджетов и сенсоров студенты высшей школы технологии и энергетики воздали почести бумаги и ей посвятили целый фестиваль. В этот день шелест доносился со всех уголков вуза. Студенты подготовили для гостей целую энциклопедию того, как можно весело провести время, если у тебя под рукой оказалась бумага. На выбор было предложено все – от расслабляющего бросания шариков в урну до оригами и аппликаций. Для особо изощренных – почти забытое письмо пером. В качестве ориентира – уникальные экземпляры школьных тетрадок начала 20 века. Это дореволюционные тетради. Вот это девичья альбома. А вот эта тетрадочка, на ней написано – первая пробная партия. Это грифельная тетрадь. То есть, в общем, можно сказать, вечная тетрадь. Воздавать почести бумаги в Высшей школе технологии и энергетики стало ежегодной традицией. Причины кроются и в прошлом, и в будущем. С одной стороны – дань истории. Раньше в этом здании располагался институт целелозной продукции. А с другой – опасения за дальнейшую судьбу вида. Бумажным носителям молодежь все чаще предпочитает электронные. Наши студенты стали забывать о том, что такое писать бумагой, писать настоящие письма. Обычно они пользуются гаджетами, телефонами, планшетами. А писать на бумаге своими руками, по-моему, это очень здорово и весело. Несмотря на опасения организаторов, пока что бумага все еще вызывает интерес у публики. За один день фестиваль посетили несколько сотен человек. В следующем году в УЗИ намерены сместить акцент праздника. От производных бумаги и хобби перейти к экологии и ее вторичному использованию. Субтитры создавал DimaTorzok